всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня в моем видео поговорим о такой красавице гордение жасминой ливны я знаю что очень многие хотели бы иметь и растить такое растение у себя в доме но боятся так как она очень капризная и даже если ее покупают приносят домой и через недельку-две она погибает и вот как раз я расскажу именно свой личный опыт как ухаживать за гордением как ее сохранить после покупки и как вырастить вот такую красавицу я ее также покупала маленькую в леруа мерлен это было в мае девятнадцатого года и на сегодняшний день ей два года уже она у меня из транспортировочного кашпо я ее пересадила в один горшок керамический и затем ее пересадила вот в это кашпо сейчас покажу небольшой отрывок из видео как я какая она была маленькая и как я ее пересаживала всем привет сегодня в моем видео будем пересаживать красавицу гордень видите песочек такой хороший зернистый можно так вот подавить горшочек слегка ни в коем случае не повредить корешочки она этого не любит она очень чувствительна к пересадкам переувлажнить то есть все нужно в меру и вот так вот присыпаю земелькой внесла на ее законное место здесь вот у меня стоит такой вот поддон здесь керамдит и вода налитую вот я сюда ее поставлю она у соседству с розами здесь окно на нее попадает солнце она любит солнце ну вот такие если с прямые солнечные лучи у меня как раз притеняется там растение посмотрите сколько на ней бутонов очень вкусно пахнет смотрите красоточка вот здесь смотрите скоро вот-вот откроется бутон листочки хорошие я сейчас вам подробно расскажу как я за ней ухаживаю сейчас еще покажу ее красивые цветочки она очень большая очень широкая высокая и место она у меня очень много занимает сразу скажу гордыня предпочитает керамические горшки вот такая красотка давайте начнем с покупки что в первую очередь нужно сделать для этой красавицы чтобы она у вас не погибла и так вы принесли горденью домой поставьте ее на светлое место и чтобы на нее не прямые солнечные лучи попадали а через какую-то занавесочку либо за растениями либо напротив окна и ни в коем случае чтобы не было сквозняка то есть вот поставили ее и можно даже поставить на поддон побольше насыпать керамзит налить туда водички и поставить горшок с гордыней так как она любит повышенную влажность воздуха тем более в магазинах ее орошают допустим леруа я знаю и если в садовых центрах там есть специальные такие которые орошают там поддерживается влажность поэтому они там в принципе то и хорошо себя чувствует а когда приносим домой соответственно у нас дома сухой воздух а если еще зимой купили то отопительные приборы работают вот поставили на керамзит и поливайте по мере пересыхания грунта ну хотя бы на половину а может даже и побольше горденья не терпит застоя воды это самая наверное важная причина гибели растения потому что все думают она же любит влажность и начинает ее поливать и тем самым просто убивают растение не нужно этого делать и даем и адаптироваться привыкнуть к вашим условиям пока не пойдет рост если вы увидите что у вас появляются новые листочки только тогда вы можете ее перевалить не отрекая почвы магазин в которой она росла просто поставить другой горшочек и желательно не намного больше а вот два пальца допустим да вот два пальца вокруг горшка чтобы было и по своему опыту скажу сразу грунт использовать нужно универсальный и добавить туда какие-то разрыхлители то есть это может быть перлит вермикулит обязательно древесный уголь а еще хорошо продается магазинах уже грунт такой готовый в пакетиках тоже для цветущих растений кислотность там нормальная и там идет еще дерновая листовая то есть вот такая земля можно купить вот такие небольшие если такой земли нет то можно просто универсальный год и доводить его чтобы он был рыхлый воздухопроницаемый и чтобы вы когда ее поливали водичка вся упадила и если водичка в поддоне образовалась из поддона сразу водичку нужно убрать ее лучше раз в месяц полить с лимонным соком сделать водичку примерно на литр водички несколько капельник допустим либо лимонного сока ну я лимонный сок добавляю я не добавляю в гранулах которые есть лимонная кислота я всегда натуральный лимон всегда продаются у нас и все и ей этого достаточно свою гордыню я не опрыскиваю потому что это тоже может привести к какому-то заболеванию водичка просто остается и начинается потом листья портится и самый еще допустим признак допустим вот у гордыни часто начинают сохнуть чернеть кончики листьев это все от перелива не заливайте это самое важное для гордыни если вы ее заливать сильно не будете она будет у вас расти и у меня кстати по поводу грунта я знаю мне пишут ой гордыня любит кислый грунт знаете я не соглашусь с этим потому что у меня была гордыня тоже пустик большой и я потом взяла купила грунт для гордыни для гордыни и все я ее посадила я не смогла спасти у нее сразу вот не понравился и грунт и она у меня погибла я не могла ничего сделать потому что все знают что цветок капризный если ей что-то не нравится она сразу погибает да и конечно не забываем подкармливать гордыню а удобрением для цветущих растений я использую фертику прямо кончики чайной ложечки где-то на литр обязательно теплой воды я поливаю гордыню из-под крана воду беру я ее не отстаиваю цветов много и поэтому у меня не только гордыня капризная у меня еще есть капризули так что у меня водичка вся из-под крана добавляю туда удобрения размешиваю и раз в 10 дней я ее поливаю и раз в месяц поливаю чуть капельки там лимонным соком водичкой все не холодную воду нельзя вообще ни в коем случае она должна прям тепленькая быть но я все цветы поливаю после адаптации вы ее пересадили значит она уже у вас адаптирована она растет и также маленькими дозами просто поливать и грунт я еще делаю знаете как допустим если я вижу сухой грунт но я знаю что там то еще влажность есть она не может так долго быстро пересохнуть я просто беру из поливизатора а есть такие как бы которые просто нажимаешь и водичка и вот так вот ей немножко верхний грунт смачиваю я ее не поливаю я даю там просохнуть корни все равно не должны постоять в болоте нельзя это делать следующую пересадку я делала уже через полтора года это вот в это кашпо и еще кашпо не нужно брать высокое у гордени корневая система она такая более поверхностная и лучше ей брать широкие такие невысокие кашпо керамические она очень ей нравится а если высокая кашпо то нужно наполовину примерно заполнить керамзитом керамзит обязательно и сейчас вам покажу немного видео как я ее пересаживала второй раз а ссылочку оставлю под видео если кому-то интересно можете зайти посмотреть всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня моем видео будет пересадка новая кашпо гордени до двух метров ну в комнатных условиях конечно она будет меньше но вот посмотрите мой экземпляр ему чуть больше года как я ее купила вот такой горшок красивый просто вообще случайно наткнулась на такое кашпо это кунгурская керамика все отлично ну теперь будем потихоньку вытаскивать красавицу из горшка посла у меня уже корнями к этому горшку это все я потом положу високие кашпо она предпочитает вот такие вот как я ее купила ничего отряхивать не нужно и еще один немаловажный момент гордения не терпит перестановок у нее должно быть а ее место вот вы ее поставили и все вот я ее сейчас для съемки просто вынесла чтобы она не сливалась другими растениями а чтобы ее посмотрели какая она у меня красивая большая и здесь ее хорошо как раз то и видно а так она у меня стоит на одном месте я ее с места на место не таскаю не поворачиваю то есть она у меня как стоит так и стоит это тоже очень важно особенно при закладке бутона еще раз повторю все что я вам сказала это только личный опыт я с вами поделилась не бойтесь выращивать гордению просто нужно соблюдать некоторые правила и все у вас получится так она я могу сказать она в принципе не капризная так что подписывайтесь обязательно на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео и 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